Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. Сегодня у нас особенная тема. Тема такая ароматная. Про те растения, цветы которых обладают ароматом. Вся жизнь наша окружена ароматами. Некоторые мы любим, не любим, нравятся, не нравятся. Окружают они нас с ранней весны до поздней осени. И у каждой пары года свой аромат. Но я расскажу про те растения, которые, когда они цветут, мы не пройдем мимо. Этот аромат, он просто говорит о себе и говорит нам, понюхай меня еще глубже. Когда мы смотрим картинку, мы оцениваем ее глазами. Мы видим окраску цветка, мы видим размер цветка, понимаем какая форма. Но, к сожалению, картинки не пахнут. Поэтому немножко подробнее остановимся на тех растениях, которые следует посадить в своем саду. Потому что они создадут не только красоту, но и наполнят еще дополнительными впечатлениями. Будут создавать нам настроение. И этот процесс будет длиться у нас, если мы все спланируем, с ранней весны и до поздней осени. От ранних весенних ароматов ландыша и до самой последней душистой розы, поздней осени, уже подмороженной первыми заморозками. Некоторые растения пахнут уже в названии. Мы помним, что резида какая? Душистая резида одарата. Горошек душистый. Латирус одаратус. Фиалка есть многолетняя. Снова же виола одарата. И они все обладают определенным тонким ароматом. Среди однолитных растений очень уникальный аромат присущ гелиотропу. Гелиотроп перувианский образует крупные щитки при хороших условиях, при хорошем уходе, подкормках или на хорошей почве. Он образует щитки диаметром до 20 см. И аромат настоящей ванили. Слетаются пчелы, слетаются шмели. И аромат распространяется по всему участку. Имеет очень приятный аромат. Также мы все знакомы с ним. К сожалению, есть у меня алисум. Здесь на картинке у меня алисум фиолетового цвета. Насыщенного такого брачкового. Белый алисум. Он будет пахнуть гораздо ярче, гораздо сильнее. И если мы посадим где-то вдоль дорожки, то, конечно, аромат будет преследовать нас постоянно. Это известное растение. И в уходе не требует никаких хлопот. Потому что дает хороший самосев. И легко размножается семенами, посеянными непосредственно в грунт. Табак лесной. Все табаки имеют определенный аромат. Это табак, который называется табак Сандера. Есть табак, который так и называется Суа Виоленс. Он имеет приятный аромат. Сандера пахнет немножко меньше. Но самый ароматный – это табак лесной. Никотиана сильвестрис. Растение очень красивое. Его даже можно посадить одно. И оно будет играть роль такого, как называется у дизайнеров, роль солитера. Растение высокое. Может образовывать куст высотой до полутора метра восемьдесят. Розеточные листья крупные, мощные, сантиметров шестьдесят в длину. И необыкновенные цветочки. Они словно звезды порхают в воздухе на длинных цветоносах. Сам цветок трубчатый и тоже на длинной цветоножке. И вот у табака лесного очень уникальный, приятный аромат. Вкусный, очень вкусный люпин, который называется Хартвега. Люпинус Хартвеги. Различные есть сорта, различные окраски. Можно покупать в смеси. И это в самом деле кажется, что ты сидишь в каком-то магазине парфюмерии. Потому что ни с чем не сравнить такой аромат. Королева среди ароматов, конечно же, фрезия. Иногда даже парфюмеры вводят в состав. Только не знаю, что они вводят. Натуральный аромат или просто название, которое соответствует этому запаху. Но цветки с очень сильным ароматом. Растение луковичное. В средних широтах оно не зимует. В грунте следует выкапывать. Хорошо поддается выгонке. Поэтому в любую пору года можно добиться положительного результата. Как я уже говорила, резида. Резида душистая. Не надо много сажать кустиков. Посадите три кустика. Растение хорошего роста, мощного, беспроблемное. Цветки образуются постоянно, постоянно нарастает конус. Нижние цветочки отцветают. Но это не портит декоративности. Потому что образуются семена, которые совершенно не портят внешнего вида. Очень душистое, приятное растение. Конечно, все знают левкой. Левкой это мотеола инкана. И чем махровее соцветие, тем меньше аромат. Поэтому выбирается сорта, если мы говорим про мотеолу седую. Сорта, которые имеют простой цветок. Тогда аромат будет сильнее. И среди мотеол, конечно же, мотеола, которая называется по латыни мотеола бикорнис. Это левкой двурогий. Цветки, конечно же, не такие симпатичные. Но они многочисленные. Могут быть в различных оттенках. Голубого, лилового. Даже есть сорта с белыми цветочками. И аромат у них очень сильный. И особенно проявляется в вечернее время. Очень душистый горошек. Так и называется. Латирус удоратус. Можно его посадить где-то около беседки. Направить его на опору, чтобы он ее оплетал. И тогда вы будете сидеть просто в аромате запахов. Среди многолетних растений, конечно же, мы помним, что это многочисленная группа флоксов гибридных. Разные сорта имеют различные оттенки аромата. Подберите тот, который вам больше всего нравится. Некоторые сорта пионов имеют приятный аромат. Некоторые не имеют аромата. А другие даже пахнут не очень-то и приятно. Но если вы выберете, например, сорт Фестива Максима, то вы будете наслаждаться этим ароматом. Также в названиях многих духов звучит название пиона. Очень приятный аромат у ослиника. Такое немножко непрезентабельное название. По-латине гораздо приятнее звучит. Эонотера. Растения многолетние. Мало того, что цветочки очень красивые, уникальные. У них такие красивые тычинки. Картинка не передает снова же не только аромат, но и не передает красоту этого цветка. Они словно сотканы, как будто бы это кружевные цветочки. Если вы посадите такое растение, то аромат также будет распространяться по вашему саду. Конечно, не забываем про дурман. Но если мы высаживаем дурман, видовое название металл, то надо помнить о том, что все дурманы, и как его родственница Бругмансия, они обладают немножко плохими качествами. Некоторые части ядовиты. Ядовиты в том числе и семена. Но это другая тема. Поэтому будьте осторожны. Если есть у вас маленькие дети, чтобы они туда не проникли и не трогали это растение. Но растение очень красивое. Вообще нас окружает очень много ядовитых растений. И это не говорит о том, что их не надо выращивать и надо как-то уничтожать. Надо просто быть просвещенными и аккуратными в манипуляциях с такими растениями. Не забываем про весну. Весна – это, конечно, душистые гиацинты. Если их на участке сидит штук 7-10, это уже будет шлейф аромата. Многие тюльпаны обладают приятным ароматом. Снова же на любителя. Кто-то пахнет ярче, кто-то пахнет тоньше. Но тюльпан – цветок душистый, поверьте мне. Про фрезию мы с вами из многолетних поговорили. Можно рекомендовать посадить в своем саду растения, которые принято называть пряноароматическими. Может быть, цветки и не обладают таким ярким ароматом. Но, проходя мимо участка, либо проводя там какие-то манипуляции про полку, либо срывая на чай, вы получите просто гамму удовольствий. Какие-то пряноароматические растения стимулируют нас на подвиги, какие-то, наоборот, успокаивают. Это, конечно, всем известная лаванда, тимьяны, многочисленные виды и сорта мяты, монарда и другие растения. Но не забываем про деревья и кустарники. Мы помним, что если цветет липа, где-то на расстоянии даже 10 метров, то мы точно определим, цветет липа. Пора собирать липовый цвет для того, чтобы зимой наслаждаться чаем. Пахнут все весенне цветущие кустарники, такие как барбарис, боярышник. Конечно же, сирень не забываем, жимлая скаприфоль обладает приятным ароматом, но это уже для более южных регионов. Кому-то, может, повезло. Гордения. Гордения тоже считается лидером среди ароматов. Рододендроны. Некоторые пахнут просто отвратительно. А вот рододендрон клейки будет издавать очень тонкий, обволакивающий ваш сад аромат. То же самое относится и к магнолиям. Магнолия голая, если вам повезло, обладает очень приятным ароматом. Сажая такие растения в саду, вы имеете еще одну выгоду. Что такое аромат? Аромат – это один из способов привлечения насекомых к растению. Для того, чтобы прилетела пчелка, опылила, завязались семена. Это такое приспособление растений в природе. Пчелки и другие насекомые будут просто заполонять ваш сад. Поэтому будут свести не только цветочные культуры, но в выигрыше будут находиться и различные овощные культуры. И ваш сад будет находиться в выигрыше. Яблони, кустарники. Потому что насекомые будут опылять не только эти растения, но и другие растения, которые растут рядом. Многие растения, обладающие ароматом, являются хорошими медоносами. Поэтому, если вы пчеловод, то посадите у себя в саду, например, эхиум. Или синяк по-простому. И он не только красив, но также является медоносом. Конечно, он не такой медонос, как, например, фацелия. Но пчеловоды говорят о том, что очень вкусный получается мед и достаточно высокий надой нектара с этого растения. Растения довольно-таки мощные. Сантиметров 40-60 образует куст. Цветочки многочисленные. Небольшие, немаленькие, где-то в диаметре сантиметр-полтора. В начале своего роста, когда еще только раскрывается бутончик, они бордовенькие, а потом различные оттенки фиолетового. Что также вот как бы играет растение. Они только красиво пахнет, пчелы, опыление, сплошная выгода. И снова же, подводя черту, призываю вас, посадите пахнущие ароматные растения в вашем саду и ваш сад получит дополнительный бонус. И вы будете наслаждаться. Подберите те ароматы, которые нравятся вам. Они вас не должны раздражать, не должны вас преследовать. И наслаждайтесь с ранней весны, допустим, осенью. Всего хорошего, успехов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok